Особое мнение на 101FM Начало второго в Кирове, да, это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Анна Лапшина, я приветствую слушателей и говорю здравствуйте нашей гостье Наталье Осиповой, директору литературных мастерских CVS. Мы с Натальей перед программой договорились, что я буду аббревиатурой названия школы произносить, потому что по-английски мне очень сложно это правильно сказать. Creative Writing School, всем привет! Добрый день, Наталья. Напоминаю слушателям, что на сайте хакирова.ру есть возможность задавать Наталье вопросы в форме анонсов, мы следим и если вопросы появятся, мы, конечно, будем их озвучивать. Ну и там же на сайте хакирова.ру сегодня вечером появится и аудиозапись нашей программы, и видеозапись, то есть можно будет пересмотреть, переслушать, там, не знаю, согласиться, не согласиться, возможно, написать какие-то комментарии. Пожалуйста, пользуйтесь. Мы начнем с вами, наверное, с федеральной темы, оттолкнемся от выпуска новостей наших коллег московских. Сейчас я вижу последнюю информацию. Более 20 участников несанкционированных акций «Битва за сквер», так ее называют, в Екатеринбурге, арестованы, арестованы на срок до 10 суток. Всего в акции, которые проходят, напомню, с 13 мая, приняли участие около 2000 горожан. Более 60 человек в процессе вот этих нескольких дней были задержаны, а трое доставлены в больницы с травмами. В Кремле действия протестующих критикуют, а протестующие, напомню, выступают против строительства храма в сквере у театра драмы, это центр Екатеринбурга. Вот эта история, она на самом деле неоднозначная. Есть церковь, которую хотят построить. Есть люди, которые выступают за этот храм. Есть люди другие, которые говорят, что храмов поблизости, и мы видели фотографии в интернете, достаточно. Оставьте людям зеленую зону. И есть такой более, наверное, гуманитарный вопрос, а вообще можно ли строить церковь через протесты и задержания? Мне кажется, да, главный здесь вопрос не в том, храм или сквер, а в том, что власть не слышит мнений людей. Люди говорят, нам в центре города нужен сквер, а им говорят, а вот, уважаемые меценаты, хотят построить храм. Люди говорят, вот опросы общественного мнения, а им говорят, а вот вам забор и вот вам охрана. И вот это вызывает, это не может не вызывать возмущение и протест. И дальше мы себе задаем вопрос, а в следующий раз нас вообще услышат? Или нас будут кормить той духовностью, которую считают уместными и удобоваримыми наши власти? Это не просто история. Почему эта история получила такой резонанс? Потому что эта история не просто храм и сквер в Екатеринбурге. Она, мы с такой историей сталкиваемся каждый день. В разных городах? В разных городах, в том числе в Вятке. Вспомните, несколько лет назад решили снести деревянный дом, полуразрушенный, так называемый том пяти углов, где когда-то был пункт приема стеклотары, где все уже там действительно прогнило. И вот на этом очень красивом месте какой-то застройщик решил построить что-то более коммерчески выгодное и интересное. И горожане встали на защиту этого исторически значимого деревянного здания. Я ошибаюсь, или это возле музея Хохрякова? Точно там. Улица Володарского. Совершенно да. И проездик вот этот вот. Да, вот этот маленький проездик. И что произошло дальше? Я знаю нескольких людей, которые в больницу попали. У нас не было таких масштабных задержаний, как в Екатеринбурге. Но у нас люди тоже стояли, что называется, насмерть, своим здоровьем жертвуя, чтобы отстоять вот эту деревянную вятку, которую мы теряем просто на глазах. И что произошло дальше? А дальше в Кирове власти поступили не так, как и в Екатеринбурге. Просто ситуацию замяли. И здание разрушилось само собой, потому что его надо было срочно ремонтировать. И это не могли быть никакие частные деньги, это могли быть только государственные деньги. Меценатам невыгодно восстанавливать этот деревянный дом. Я эту ситуацию знаю по себе. Будучи много лет директором коммерческого центра Вятский, я была в таком странном положении руководителя, который решал судьбу дома Чарушина. Тот дом, где прожил Чарушин, который связан с историей его семьи, который спроектирован им, был в хозяйственном видении вот этой вот структуры коммерческого центра Вятский. То есть мы не были владельцами, а мы должны были о нем заботиться. И это было предметом постоянных проблем. Нужно было искать возможность это все отремонтировать. Нужны были... у нас не было достаточных для этого ресурсов, ни человеческих, ни материальных. Там нужна была грамотная реставрация. Я как директор, в конце концов, отдала городу это здание, потому что заботиться о нем сама я не могла. И там на тот момент еще была жива... Я не помню имени этой женщины, к сожалению. Гувернантка Чарушинах, которая вот точно так же до последнего стояла за зданием, чтобы его восстановили, чтобы с ним что-то сделали. И точно так же никто ее не слышал. Когда я первый раз тогда пришла к жителям этого дома, они ждали, что вот к ним придет этот агрессивный, страшный человек, который будет их давить. А мы привыкли, что если к нам кто-то сверху приходит, он нас давит. Ну, конечно, конечно. И в моем лице они нашли, наоборот, сторонника. Я сказала, давайте вместе пытаемся от города чего-то добиться, давайте передадим это городу, потому что я как директора тут ничего не могу сделать. И, в общем, я не могу тут похвастаться какими-то своими заслугами. Я ничего и не сделала. Я отдала городу. Дом как стоял и как разрушался, так и стоит и разрушается. Но то, что сейчас происходит в Екатеринбурге, это как бы та же ситуация на другом уровне. В данном случае пытаются горожанам навязать способ проведения досуга. Им говорят, вот не гуляйте с детьми в колясочками в сквере в центре города, а идите в церковь. И, ну, в общем, это, конечно же, насилие. Насилие над личностью и насилие над нашим правом выбирать. Почему все-таки не была решена эта ситуация мирным, условно говоря, путем? Потому что, вот на самом деле, опросы, конечно, они проводились, их было много, и они были разные. Кто-то говорит, что по результатам опросов против строительства храмов всего 20 человек выступает, 20% жителей выступает. Но мы не можем сказать, какое количество людей было опрошено, в какой форме это проводилось. Может, это были какие-то общественные слушания. Мы понимаем, как они проводятся в рабочее время, часа в три дня, где-нибудь в рабочий день, куда вообще никто не может прийти, просто в силу занятости своей. Но почему невозможно было каким-то образом вот это все на стадии переговоров разрешить? Сейчас говорится о том, что это будет храм, и там будет зеленая зона, и сквер этот благоустроит. При этом также в интернете есть информация о том, что вроде как та компания, которая собирается строить храм, собирается там же строить еще и какие-то высотки в этом же сквере. Прекрасно. Вот. Ну, то есть абсолютно разноречивая информация. И мы не понимаем, что увидим. Но вот эта история, она больше-то даже не про то, что построят. Она больше по тому, почему довели до противостояния. Почему довели до противостояния. И вообще, как может церковь в этом участвовать? Я очень доверяю мнению экспертов. И с точки зрения социологии эту ситуацию в интернете прокомментировала Александра Архипова, один из главных сегодня антропологов и социологов. Ну, может быть, не социологов, а именно антропологов. Но она ссылается на социолога Екатеринбургского, который рассказывает, как проводился, собственно, соцопрос. И это очень любопытно. Соцопрос проводился фондом «Социум». И проводился дважды. В 2017 году и в 2018. И вот в 2017 году результаты опроса были такие. 22% были скорее «за», а 42% «против» и скорее «против». Затем, через год, этому же фонду уже заказывают соцопрос. И он абсолютно по-другому, к абсолютно другим цифрам приходит. Второй опрос лучше всего описывает фразы из пресс-релиза. Петербуржцы согласились с логикой меценатов, убежденных в необходимости храма. Вот проплаченный соцопрос дал те цифры, про которые вы говорите. И точно такая же была ситуация в «Ночи длинных ковшей». Это мы сейчас говорим о сносе объектов нестационарной торговли и тех объектов, владельцев которых обвиняли, что они построили их с нарушениями. Да, Аня, спасибо, что вы уточнили. Да, это были на самом деле палатки рядом с метро, которые за одну ночь правительство Москвы действительно снесло. И потом эта ночь получила в народе название «Ночи длинных ковшей». Так вот, что сделало правительство Москвы? Они тоже провели соцопрос. Какой соцопрос? Они спросили, а не кажется ли вам, что если убрать эти палатки, то будет в этом месте просторнее? И 88% сказали, да, кто бы спорил. Но никто не спросил, а как насчет права собственности тех людей, у которых там был бизнес? А как насчет того, как это вообще все происходило? А как насчет людей, которые остались без работы? Как насчет людей, которые остались без работы? Как насчет чиновников, которые за счет этого себе какие-то очки получили как минимум? И так далее. То есть соцопрос – это хитрая штука. Его можно развернуть так. Все зависит от того, как задан вопрос. Да, да. И дальше соцопросы превращаются в механизм манипуляции общественным мнением. Но в Екатеринбурге уже это не проходит. Потому что люди уже вышли защищать свое право так видеть город и так жить, как они хотят. В общем, пока без оружия в руках, но против вооруженных людей. И противостояние уже очень жесткое. Уже задержание. И, ну, трудно сказать, к чему приведет эта ситуация. В цивилизованном обществе она бы к суду должна была привести. И судья должен был разрешить этот спор. Чему там быть? В цивилизованном обществе есть доверие к суду и уважение к судье. Я не знаю, как это будет в России. Потому что в России мы можем, наверное, с вероятностью процентов 90 предположить, какое будет решение. Ну, к сожалению, да. Я не с вами согласна. Вот давайте запомним этот разговор. И посмотрим. И посмотрим, да. К сожалению, я думаю, что да, будет суд. Суд признает логику меценатов и горожан. Просто попросят подвинуться. Ну, просто проигнорят. Как всегда. Как всегда. Это ужасно обидно. Прямо ужасно обидно. Что-то у нас какой-то оптимизм не происходит. Я помню на примере митингов против повышения пенсионного возраста, против пенсионной реформы. Так что да, даже такие важные вещи, даже тогда, когда вроде как на согласованные митинги выходит большое количество людей, не проходит. Наталья Осипова в нашей студии, директор литературных мастерских СИВС. И у меня к Наталье следующий вопрос. Вопрос касается русского языка и судьбы русского языка, не только в России, но и в мире. Его я задам после небольшого перерыва. Продолжаем особое мнение с Натальей Осиповой. Вопрос о русском языке. Накануне новость получила распространение. Собственно говоря, сегодня получила продолжение. Петр Порошенко, действующий все еще президент Украины, подписал закон об украинском языке, который, если мне память не изменяла, в окончательном чтении Рада Верховной Украины утвердила 25 апреля. Закон, собственно говоря, если коротко, обозначает украинский язык единственным государственным языком на территории Украины. И мы понимаем эту проблему. Есть, конечно, национальные меньшинства в разном количестве людей, представленные на территории государства Украины. Русский язык, наверное, из них наиболее распространенный из языков национальных меньшинств, так называемый. И, конечно, не может не вызывать опасений у людей нас, которые говорят на русском языке, людей, которые работают со словом. Вот это вот история. Можем ли мы предположить, во-первых, чем закончится вот это все в политическом и таком, не знаю, гуманитарном, что ли, смысле? Для жителей Украины не будет ли это причиной каких-то конфликтов возможных, да? И чем это закончится для русского языка, вот если прямо глобально смотреть? Ну, Аня, хочу вас утешить. Язык – это живой организм, и для языка никогда ничего не закончится. И язык не подвластен мнению политиков и их решениям, слава богу. Но что произошло на Украине, точнее, что сейчас там происходит? Я сужу об украинских событиях по ленте Фейсбука. И, насколько я знаю, вот это заявление Порошенко тоже было распространено через Фейсбук, через прямую трансляцию. Так вот, я сужу по мнению своей подруги, которая живет в Киеве, и она русскоязычная, она ученый, и она создатель сайта InKiv. И вот я смотрю, что происходит в Киеве через ее ленту. С одной стороны, когда начались все события, вот особенно острые фазы, и когда, по сути, началась война на Украине, Инна, Инна Булкина, моя подруга, она все-таки выучила украинский язык и стала на нем говорить. Это был ее жест доброй воли, это была ее гражданская позиция, она поддерживала ту страну, в которой живет, и она начала говорить и даже писать на украинском языке. С другой стороны, ну, ни для кого не секрет, какое количество людей на Украине говорит по-русски. И какое количество людей не смогут уже перейти только на украинский язык. Какие вообще последствия, и вообще, что такое происходит? Вот этот последний указ президента Порошенко, это абсолютно политический жест. И это именно жест, не более того. Во-первых, потому что он все уже уходит в отставку, и все мы возлагаем надежды на нового президента, на то, что он будет более адекватным, более гибким, умным, и что он сможет ту трагедию, которая произошла между Россией и Украиной, как-то скомпенсировать, смягчить. И может быть, ну, ведь то, что произошло между Россией и Украиной, это чистое безумие. Это просто, это в голову даже... Это даже фантастам в голову не приходит. Да, то есть если бы кто-то сказал 10 лет назад, что это возможно, никто бы не поверил. Поэтому очень хочется верить, что новый президент эту ситуацию как-то изменит. Но, с другой стороны, ведь Украина, по крайней мере, декларирует некоторую ориентацию на западные ценности. А с точки зрения западных ценностей, вот этот вот указ, он абсолютно такой, наоборот, восточный и... Деспотичный. И скорее, да, в стиле восточных деспотей и некоторых русских указов последних лет, которые мы тоже видим. Указ, который поддерживает и предлагает говорить только на одном языке, украинском, и более того, вводит ряд репрессивных мер за использование в СМИ, в общественных каких-то публичных пространствах русского языка, а не украинского для коммуникации. Он странный. Вот, например, в Швейцарии, в маленькой стране, где не так много населения, там 4 государственных языка. Немецкий, на котором говорит 63% населения, французский, там 20 с небольшим, итальянский 6,5, и старороманский, на котором на сегодня говорит 0,5% населения. И тем не менее, в Швейцарии все 4 языка считает своими государственными языками. Мне кажется, что цивилизованный, европейский и гуманный, в общем, путь, это именно этот путь. Очень хочется верить, что на Украине все-таки они придут к этому пути, и вот этот вот демонстративный указ, это скорее, ну, такой прощальный привет некоторой эпохи. От Петра Порошенко. Да, да, Петра Порошенко. Мы простимся с ним и забудем, как страшный сон, эту эпоху. Нам очень хочется ее забыть. Вы сказали, что ваша подруга выучила украинский язык в тот момент, когда началась вот эта острая фаза конфликта, как я поняла, между Россией и Украиной, ну, в знак там солидарности, да, с государством, со страной, в которой она живет. То есть, получается, до этого ей украинский язык и жительнице Киева не требовался. Ну, я так тонко не вникала в ситуацию, но я думаю, что даже если он и требовал... Во-первых, она, конечно, знала на определенном уровне язык украинский, а во-вторых, даже если он ей и требовался, то, конечно, я сама много раз была в Киеве, понятно, что там можно обходиться без украинского языка и говорить только по-русски. И все тебя понимают. И с другой стороны, понимаете, Аня, это все-таки знак уважения. Если ты живешь на Украине, ну, говорить на том языке, который является основным языком этой страны. Вот эта история с указом, ну, понятно, да, может быть, он еще будет отменен. Я не знаю украинских законов, не могу предположить, как это будет все происходить, но тем не менее. Но если он останется, и вот та констатация, единственный государственный язык, это украинский язык, то есть сужение для русского языка к чему может привести. То есть русский язык все-таки потеряет свои позиции на международной арене. А вообще русский язык сейчас, ну, в мире как-то его, есть к нему внимание или нет? По моим ощущениям, нет. То есть я понимаю, страны Восточной Европы, бывший так называемый, да, социалистический блок, та же Черногория, которая часть Югославии, люди 40 лет и старше понимают прекрасно тебя, когда ты говоришь по-русски, люди 30 лет и моложе не понимают тебя. Они владеют английским прекрасно, ну, понятно, что своими там родными языками, да, но по-русски они не говорят. Вот в той трансляции, которую мы все смотрели в Фейсбуке с Порошенко, он поставил такую неосуществимую для политика задачу сделать язык модным. И что произошло за последнее время с русским языком? Русский язык, конечно, потерял свои позиции, потому что почему в Чехословакии, в Югославии говорили на нём? Да потому что заставляли учить в школах. И почему сейчас на Украине меньше людей, и особенно молодёжь, конечно, уже не так хорошо говорит по-русски, но они ещё и даже если могут говорить по-русски, они не хотят. Они не хотят. Это страна для них агрессор. Это страна, с которой они воюют. Потому что когда-то их заставляли, а сейчас этого языка в школах как языка для изучения нет. Это плохо для тех русских людей, которые продолжают жить на Украине. У нас огромное количество смешанных браков. Их даже смешанными-то как-то странно называть. Настолько они естественны. Да, и для родителей, которые хотели бы, чтобы их ребёнок занимался русским языком, ну, это, конечно, сложно. Но я вернусь к идее, как сделать, чтобы язык стал модным. И что случилось с русским языком. Русский язык потерял свои позиции с потерей Советским Союзом, своей доминанты. Но одновременно английский язык завоевал весь мир на наших глазах. Почему? Почему английский стал модным? А потому что была мощная рок-волна, которая заставила весь мир петь на английском языке. Мы выучили английский, потому что мы хотели знать... О чём поют? О чём поют, да. Мы хотели знать эти тексты, мы хотели прочитать эти книжки, мы хотели узнать эту музыку. Теперь вторая тенденция, которая является на Западе, как мне кажется, я могу очень отдалённо об этом судить, но мне так кажется. Среди интеллектуалов появилась, а точнее никогда не умирала, мода на изучение русского языка и русской литературы. Выучить русский язык, чтобы прочитать Льва Толстого. В оригинале? В оригинале, да. Чтобы прочитать Достоевского, чтобы прочитать Чехова. И в университетах русский язык продолжает быть одним из востребованных языков. И в американских романах лучшая характеристика героя, это если герой в университете выбрал курс русского языка и прочитала в оригинале Достоевского и Толстого. Русский язык моден, как такая интеллектуальная изысканность. Мне бы, конечно, очень хотелось верить, что, во-первых, это сохранится, и, во-вторых, это будет расширяться. Но язык только тогда становится модным, когда на нём сделано что-то невероятно крутое, невероятно востребованное. Песни, романы. Если украинский язык родит миру великого поэта, условного Александра Сергеевича Пушкина, который создаст великие произведения на украинском языке, украинский язык станет модным. Или появится режиссёр, который какой-то потрясающий фильм снимет, о котором заговорит весь мир. Вот тогда украинский язык станет модным. Но и обратное для русского языка. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы русская литература, сегодняшняя, современная русская литература, вернулась к уровню... На те позиции до XIX века. Которую мы потеряли. Советский Союз потерял одни позиции, а русская литература потеряла другие позиции. Очень хочется, чтобы мы смогли создать новое поколение русских великих писателей и поэтов. И я совершенно уверена, что у нас для этого потенциал есть. Собственно, этим я занимаюсь в своей литературной школе вместе с Майей Кучерской. И я очень верю, что это единственный путь, это путь свободного выбора людей, которые учат язык. Не потому, что их заставил какой-то президент или какой-то указ министерский, а потому, что они сами хотят это делать, потому что они выбрали это. Культурная экспансия. Да, конечно. Наталья Осипова в нашей студии, директор литературных мастерских CVS. Есть две минуты до перерыва. Я думаю, что мы сейчас образовательную тему немножечко продолжим. Я хотела вас спросить по поводу новых форматов образования детей и их, скажем так, перспектив. Мы видим большой интерес к техническим специальностям. Я понимаю, что это, наверное, отчасти задача государства. Инженерные специальности были в провале последние 10, может быть, 15 лет. И сейчас у нас по всей стране открываются кванториумы, открываются IT-центры, в том числе и в Кировской области. Три кванториума будет, в том числе, вот уже и в Кирове стало известно, где появится, где откроется. Еще два готовятся в Кировской области. Мы видим другие регионы, но я совершенно не вижу подобного движения в гуманитарных, в сфере гуманитарных наук. И мне немножечко обидно. Даже не как гуманитарию, да, я понимаю, что все-таки вот гуманитарные науки это как раз то, о чем вы говорите, да. Это возможность общения и возможность, ну, не знаю, там, построения мира даже, да, вот на основе этих гуманитарных каких-то общих традиций, общих вещей. Давным-давно, когда я в городе Кирове жила постоянно и пыталась изменить тот маленький мир, в котором я существую, я несколько раз в разных форматах озвучивала простую идею. Как стать в Кировской области источником, например, привлечения туристов? Или вообще, где наша вот уникальность? И я тогда говорила, сейчас повторю эту мысль, что мы не можем это так легко сделать при помощи заводов, фабрик и технического сектора, которые требуют капиталовложений и нескольких десятилетий. Зато с точки зрения культуры мы это можем сделать легко и быстро. И подобную вещь сделал в свое время с Пермию Марат Гельман, который просто привлек туда крутых художников и сделал из Перми новую культурную столицу. Это мне тогда казалось совершенно понятным и легким, ну, ладно, не легким, но возможным путем развития культуры, нашей вятской культуры. Но если судить не исходя из нашей сегодняшней жизни, а если исходить из задач нашей страны на какое-то хотя бы примерно дальнее будущее, то, конечно, мы отстали в техническом секторе и нам, конечно же, нужно вернуть свои позиции в инженерных науках, вернуть свои позиции, вернее, не вернуть, а создать новые позиции в компьютерном секторе. И я сейчас об этом буду ужасно беспомощно говорить, потому что я закоренелый гуманитарий, ну, просто последний в этом смысле человек. Я этого ничего не понимаю, но я совершенно точно понимаю одно, что в технологиях мы отстали на десятилетия, и каким-то образом эту дыру заштопывать нужно. Другой вопрос. Тем ли путем, по которому сейчас нам предлагают идти. как раз в Кировской области очень сильная математическая школа, и вполне сильные были инженерные кадры. Есть ли что-то, осталось ли что-то, что может дать росток вот новой инженерной мысли, ну, мне очень трудно судить. Но я хорошо понимаю, что это требует денег, это требует на сегодняшний день привлечения не русских специалистов, а западных специалистов. Мы слишком сильно отстали, нам нужны люди оттуда, которые будут учить здесь наших талантливых мальчиков и девочек, которые когда-то через десятилетие, может быть, скажут новое слово в техническом секторе. То есть мы не о Москве говорим, мы говорим о регионах, о привлечении иностранных специалистов в регионы. Мы говорим о России, которая в целом отстает в техническом и технологическом секторе. Нет, именно про иностранных специалистов. Я понимаю, что это может себе позволить Москва. Но вряд ли это может позволить себе региональный центр? Ну вот как раз это вопрос государственный, в котором мы своими частными инициативами ничего не можем сделать. Местными силами не справиться? Думаю, что нет. Местными силами мы можем с культурой справиться. Вот с культурой местными силами мы можем справиться. А с технологиями, с заводами, с серьезными вложениями в экономику, это, конечно, может быть только государственными решениями и деньгами. Есть ли необходимость в подобной же, там, не знаю, экспансии, не экспансии, в гуманитарной сфере вовлечения детей вот в какие-то отдельные прямо гуманитарные центры? Да я не знаю. Или пока у нас здесь не все так плохо? И мы не отстаем? Аня, я уверена, что мы уже живем в эре онлайн-образования. И, соответственно, лучшее, что сейчас происходит, доступно всем. Потому что оно происходит в компьютере. И сейчас настолько много разных онлайн-курсов и настолько университеты, как источник образования, уже давно не единственное место, где можно получить образование, что гуманитарная сфера, мне не кажется, такой провальной. И в гуманитарной сфере я немножко понимаю, что может происходить и как это сделать. И там не нужны большие капиталовложения. И еще я немножко побаиваюсь нашего государства. Потому что вот решетно сделать какой-нибудь гуманитарный кластер. Ну и опять это будет распил денег, и опять это будут какие-то нелепые решения, опять это будет обеззаловка. И идеология. И идеология. Вот у нас маленькая частная школа, Creative Writing School. Ни от кого мы не зависим. Кого хотим, того и приглашаем. Что хотим, то и делаем. Мы свободны. Свобода вообще дорого стоит. И в гуманитарной сфере мы себе ее, как мне кажется, может быть, наивно, но все-таки можем позволить. Наталья Осипова в нашей студии, директор литературных мастерских СВС. Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты. Вернемся у нас еще одна важная тема. Особое мнение на 101FM. Наталья Осипова в нашей студии, руководитель литературных мастерских СВС. И мы продолжаем. У нас впереди еще две темы. Но одна из них тоже связана с образованием. Это открытие. Открытие в Кировской области шахматной школы. Я напомню, презентовал Анатолий Карпов, известный наш шахматист. Всю эту историю. Это достаточно громкая была тоже вещь такая. И проект этот существует на территории страны. Он существует в России. Проект по открытию шахматных школ. Вот это скорее позитивный момент. Точнее, даже не так. Это безусловно позитивный момент. Но достаточно ли он для Кирова? Ну, вообще, когда приезжает известный человек и говорит, давайте сделаем еще одну шахматную школу, это не может не вызывать радость. Конечно, пускай будет. С другой стороны, у нас же есть наша родная белая ладья. Оба моих сына учились в физико-мантиматическом лицее и ходили в эту белую ладью и играют в шахматы до сих пор. Я совершенно согласна с Карповым, что эту культуру игры в шахматы надо поддерживать, развивать, потому что она развивает мозг. Она развивает стратегическое мышление и много других прекрасных вещей. Я сама в шахматы играю отвратительно, но я понимаю, как это прекрасно. Но вы играете, в отличие от меня. Скажем так, я знаю, как двигаются фигуры. И знаю, как провести рокировку. И мне кажется, что эти знания минимальные мне много раз в жизни пригождались не только в шахматах. Поэтому, конечно, это очень радостно. Но очень хочется, чтобы то, что делает сейчас Карпов, своим авторитетом, своей личностью, привлекая внимание к этой сфере, как-то было связано с тем, что у нас уже есть. Чтобы не было ситуации, когда мы вроде как на пустом поле строим новые, потому что это поле не пустое, потому что множество шахматных кружков есть. И эти тренеры, они нуждаются в поддержке. Они нуждаются даже в психологической поддержке, а не только в материальной. Ну и, конечно, если бы больше клубов у нас было открыто, где дети могли бы играть в шахматы, и где было бы приятно проводить время. А я помню эту историю. Это ведь ещё с советских времён история тянется. Вот эти дворы пятиэтажных домов, где когда-то стояли столики со сканейками, где выходили жители этого дома разного совершенно возраста. И молодёжь могла заниматься где-то там на ближайшей спортивной площадке волейболом. А взрослые мужчины сидели и играли либо в шахматы, либо в домино. И сейчас этой культуры нет совершенно, вот этой вот уличной. Она периодически возникает во время каких-то тематических мероприятий, когда проводится. Вот, а уличной культуры нет совсем. Дворовой, я бы сказала. Дворовой культуры. И это ещё связано с тем, что сейчас в дворах, вот такой дружбы дворами тоже, она стала другая. У нас, мы стали все собственниками ТСЖ, и мы все по-другому немножко со своими соседями общаемся, решая вопросы. У нас взаимодействие другое. Оно в коммунальной сфере больше, чем в гуманитарной и культурной. А очень хочется, чтобы оно было и вот действительно в каком-то совместном досуге. У нас, например, во дворе все вместе сажают цветочки. Мне это ужасно нравится. Я цветочки не сажаю, но любуюсь и поддерживаю. Вы болеете. Да, я активно сопереживаю этому процессу. Если бы у нас во дворе стоял шахматный столик и была возможность там играть в шахматы, ух, не знаю, я бы, наверное, не играла. Но то, что дети, которые у нас бегают по двору, точно бы стали играть, это, конечно, так. А преподаватели остались способны детей заинтересовать и научить? Ну, я уверена, что да. Уж и есть. То есть еще не потеряна эта история. Я думаю, что, конечно. И есть ведь книжки. Есть множество книжек. Ну, книжка – это не живой человек. Книжки, по которым живые люди могут научиться и стать лучшим преподавателем. А, вот. Понятно. Это для них, а не для детей книжки. Для детей больше живое общение. Ну, да. Ну, кстати, вот Карпов в своем интервью говорил, что он сделал новую книжку с Диснеем. Это тоже путь популяризировать шахматы через новые книги. Потому что у нас есть старые книжки. Они немножко скучновато написаны. Ну, дети современные не воспринимают. Они, конечно, там в другом мире живут, нежели мы. Он более яркий у них, мне так кажется. В общем, я согласна, да. Он более яркий. Наталья Осипова в нашей студии. Еще один вопрос. Это важный вопрос, на самом деле. Но он тоже такой немножко гуманитарный, немножко такой как бы системообразующий. Речь идет об агломерации Киров-Слободской, Кирово-Чапецк, Юрьянский район, как теперь уже говорится. Вчера, позавчера в этой студии у меня в интервью был Азиз Агаев, один из наших экспертов. И вот у него есть опасения насчет этого процесса, который и естественный, с одной стороны, и с другой стороны, и навязываемый, в том числе там с федерального уровня, вопросами как раз финансирования. Что агломерация вокруг Кирова и концентрация здесь материальных ресурсов, технических ресурсов каких-то, еще чего-то приведет к тому, что вся остальная Кировская область будет потихоньку умирать? Ну, бояться агломерации не нужно, точно так же, как не нужно бояться зимы. Зима придет, агломерация будет. Почему она будет? Потому что это естественно действительно процесс стягивания ресурсов к центру. Мне кажется, что, напротив, агломерация, то есть некоторая концентрация ресурсов и, соответственно, их, хочется верить, укропнение в одном месте создаст все-таки некоторую альтернативу Москве. Потому что ведь самое страшное, что происходит, это не стекание из Кировской области ресурсов в Киров, а утекание ресурсов в Москву, а из Москвы за границу. Вот этот процесс гораздо страшнее. Что же касается агломерации, то она происходит. Она происходит путем застройки, путем переселения людей в эти зоны, которые еще совсем недавно были полями и дорогами, а сейчас становятся коттеджными поселками и зоной застройки. И хорошо, если это будет продумано, если коммуникации, если инфраструктура будут соответствовать уже формирующейся вне всяких там политиков и решений реальности, эта реальность уже формируется. И этот процесс, он действительно урбанизации, он действительно происходит в течение всего 20-го, даже, боже мой, 19-го века. Что мы тут можем сделать? Деревня перетекает в город. Да. А что будет с деревней в таком случае? Ну, то есть, вот это опустынивание, вот это слово использовала Азия Сагаев, опустынивание. Ну, а что, сейчас деревня процветает, что ли? Я не очень понимаю идею Азия Салевича. Она не процветает, она не процветает, к сожалению. И не будет процветать. То есть не остановим этот процесс? Я боюсь, что этот процесс неостановим. Мы знаем, что в Америке были приняты, в том числе, ипотечные законы, которые позволили людям строить одноэтажную вот эту Америку. И сейчас выстроена эта одноэтажная Америка. И это в какой-то степени сохранило Америку от опустынивания. Хотя там тоже все хорошо с пустынями. Но мне кажется, что у нас это не пройдет. С одной стороны, потому что... Россия слишком большая? И здесь слишком плохие дороги, чтобы ездить на большие расстояния на работу, например. А, демографическая ситуация. Кировская область не прирастает. Соответственно, для обучения, для образования, для концентрации ресурсов все равно они будут стягиваться в один узел неминуемо. А, ну и Б, ситуация с тем, что действительно федеральная власть все больше и больше на себя оттягивает все точки принятия решений. Полномочия. Да, все полномочия. Ну, поэтому тут мы в данном случае за всем этим наблюдаем. И этот процесс, да, мне кажется, что совершенно неостановим. Но мне не кажется, что плохо, если у нас будут поля, леса. Главное, чтобы они заросшими не были, эти поля, леса. Чтобы они все-таки кем-то обрабатывались. Или нет? Нет, для Кировской области это, может быть, не так актуально, как для Сибири и Дальнего Востока. Где огромные совершенно расстояния, здесь все-таки они поменьше. Но, тем не менее, не хотелось бы, чтобы они лесом зарастали. Ну, а что, вот вырастет в Кирове новый лес. Разве это будет плохо? Я в этом смысле отчаянно гуманитарий. Придут китайцы, все вырубят и вывезут. Китайцы не придут, это наша иллюзия. Китайцы точно так же. Что сейчас делают китайцы, о чем они мечтают? Они мечтают не о жизни в Российской Сибири, а о жизни в своих китайских городах. Там тот же процесс агломерации, который идет гораздо более шустро. И там точно такая же концентрация ресурсов в точках роста. Ну, то, что происходит в Китае, невероятно интересно. Ну, посмотрим. Но к нам они не пойдут, Аня. Не настолько у нас тут прекрасно, чтобы они сюда пошли. Хорошо. Ладно, будем смотреть, что нам покажет в ближайшие 10-15 лет, в том числе и с Китаем, в том числе и с опустыниванием или не опустыниванием Кировской области. Благодарю Наталью Осипову, директор литературных мастерских СВС, за ее особое мнение. Программа на этом заканчивается. Напоминаю, что сегодня ее можно будет послушать на нашем сайте хакирова.ру. Спасибо, Аня. Всем хорошего настроения и хорошей погоды. До свидания. До свидания.